друзья всем привет меня зовут евгений донец и вы смотрите честный обзор честный он не только потому что я его так назвал а еще и потому что когда ко мне обращаются магазины я всегда отвечаю я не собираюсь расхваливать ваш аппарат я расскажу абсолютно объективно и честно обо всех его достоинствах и недостатках и выложу все это в youtube и те кто согласны на такие условия остаются со мной сегодня у нас на обзоре сяоми редми ноут 8 pro уникальный в своем роде аппарат во-первых потому что камера 64 мегапикселя во вторых потому что всего пять камер да еще и снимает он 4k удивительно ведь стоимость этого аппарата всего лишь 16 тысяч рублей емкость аккумулятора этого красавчика 4500 это просто маленький термоядерный реактор восьмиядерный процессор 2 sim карты 6 ги кооперативы 64 собственной памяти плюс возможность добавить флешечку nfc для того чтобы бесконтактно рассчитываться ё-моё и это все в такие деньги это точно не мошенничество давайте разберемся вместе смотрите все подробности прямо сейчас в нашем честном обзоре поехали друзья вы правильно сделали что остались перед вами совершенно уникальный смартфон и о нем стоит поговорить добро пожаловать на распаковку сяоми редми ноут 8 pro не нарушена ли целостность упаковки нож распаковщик идет в дело что приятно мы видим здесь чехол о да вы посмотрите ой ой посмотрим что еще есть у нас в коробке в базовой комплектации и здесь мы можем увидеть зарядное устройство у нас классическая стандартная юсб разъем что касаемо характеристик можете посмотреть сами на выходе у нас 5 вольт 3 ампера либо 9 вольт и 2 ампера либо 12 вольт и полтора ампера стандартный опять же кабель зарядного устройства который можно использовать где угодно и судя по всему больше ничего нет перед вами все что мы имеем из упаковки первым делом я стал показывать его дизайн и здесь было сто процентов положительных отзывов мои друзья оценили что он очень красивый большой и действительно удобный не говорю даже какая модель просто посмотри и скажи первые свои вот эти все ощущения прям честно говори как есть с виду достаточно симпатичненько выглядит уродский чехол делает этот телефон некрасивым так это родной чехол но это родной чехол что досталось на халяву той пользе в чехле он тебе не кажется большим это его родной чехол вообще очень даже мне нравится обтекаемой формы я только что облачил аппарат в чехол и хочу показать вам насколько родной чехол сделан грамотно потому что сторонние производители ним не могут учесть всего а здесь посмотрите даже углубление от камеры все прекрасно единственное что я ощутил при этом что он громоздким стал каким-то а так он действительно защищает можно положить его вот таким образом на стол и он не царапается стеклом по столу я хочу просто твою реакцию на то какой он без чехла гладенько приятненько все было классно до тех пор пока ребята не включили камеры и тут они сказали что цвета какие-то довольно бледные цвет передач конечно склугноватое но в целом скорее всего это из-за того кого я снимаю был бы кто поярче себя перевел весьма весьма недурственно а попробую включить камеру твои ощущения цветопередача слабая но когда я озвучил им стоимость смартфона ребята поменяли свое мнение на противоположное сколько он стоит а вот угадай сколько он может стоять по твоему ну мне кажется 15 я думаю что он стоит в районе 20 тысяч да и за эти деньги как он тебе евгений донец мультиформатный ведущий со стажем более 14 лет одинаково блестяще проведет вашу свадьбу корпоративную вечеринку или концерт возраст людей не имеет значения и сегодня мы находимся на специальной премии оскар команды овен сколько лет вашей компании 26 26 лет и именно сегодня состоится хорош настрой новогодние по отзывам клиентов ведущий донец не похож ни на кого он отличается ненавязчивой подачей искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма специальная телевизионная пауза чтобы вы полоновались доктор стрейн и приятно в камеру благополучия и счастья и удачи в следующем году здесь мы видим красивый глянцевый экран с хорошим олеофобным покрытием потому что отпечатков не видно как если бы это был очень дешевый аппарат также можно увидеть здесь камеру которая предназначена для сэлфи снимков сэлфи камера имеет разрешение 20 мегапикселей для тех кому не нравится что фронтальная камера видна есть возможность программно скрыть ее примерно таким образом и она становится незаметной точно так же как и вы мои дорогие зрители я вижу этот аппарат впервые и просто делюсь первыми впечатлениями здесь мы видим четыре камеры несмотря на то что здесь пять камер основных всего три одна обыкновенная с обычным углом обзора единственное отличие 64 мегапикселя вторая это широкоугольная полезная для тех кто снимает в узком помещении для того чтобы все поместилось и конечно фронтальная камера для сэлфи другие же камеры вспомогательные например камера для съемки заднего эффекта боке или камера для макросъемки непонятно зачем она основная справляется с этой задачей ну ничуть не хуже вот обычная камера мы снимаем дом да он естественно не влезает включаем вторую камеру широким углом и вот уже у нас фактически в лес полностью дом в дорогих смартфонах есть не только обычный режим как сейчас а есть еще двойной оптический зум в данном случае он цифровой и это позволяет сделать матрица 64 мегапикселя то есть высокого разрешения но качество естественно уже не то сканер отпечатка пальца расположены сзади ну на мой взгляд не совсем удобно здесь находится потому что мы очень часто можем задевать камеру и оставлять на ней отпечатки тоже сразу заметно что сэлфи камера не является частью дисплея она как бы стоит отдельно и здесь также можно видеть решетку динамика то есть мы можем разговаривать сквозь вот это тонкое отверстие и почему раньше люди до этого не додумались на левом торце располагается слот для сим-карты и вот сюда можно воткнуть ключ для того чтобы она открылась две сим-карты несомненно удобная опция но здесь вы можете выбирать либо поставить флешку расширив память либо две сим-карты в принципе 64 гига собственной памяти это более чем достаточно ну хотя я не знаю насколько вы используете его на правом торце можно увидеть стандартную историю это качелька громкости и кнопка питания больше здесь ничего нет на верхнем торце мы можем наблюдать инфракрасный порт судя по всему так он выглядит я помню это устройство здесь у нас второй микрофон что говорит о том что запись звука идет в стерео режиме и конечно решетка динамика здесь наблюдается более отчетливо инфракрасный пульт это классная опция которая мне в принципе нравится но она не настолько и нужна а вот fm радио конечно не хватает во флагманах ведь те стремятся быть тонкими а бюджетники они всегда и потолще благодаря тому что в них и используются технологии такого плана на нижнем торце можно пронаблюдать стандартную схему это три с половиной миллиметра разъем для подключения наушников что очень удобно юсб тайп си современный разъем для подзарядки а также обмена данными разъем для микрофона и конечно отверстие для выхода звука когда ты играешь в игры то невольно закрывают динамик расположенный сбоку но все-таки забываешь об этой проблеме буквально через пять минут да и вообще можно использовать наушники в целом смартфон смотрится очень красиво особенно мне нравится этот цвет он и мужской наверное и женский тоже хотя но это конечно мое субъективное мнение мне нравится такой зеркальный достаточно необычный как ощущением хорошо приятно на самом деле ничего плохого не скажу и самое главное что он смотрится дорого красивый приятный замечательный с этим смартфоном не стыдно выйти в люди алёй серюга я сейчас тебе подъеду по уже вызвал такси для меня главными характеристиками смартфона являются водонепроницаемость хорошие камеры и быстрый компьютер про водонепроницаемость здесь можно забыть потому что это бюджетный сегмент хотите подороже пожалуйста покупайте но здесь все мои друзья сказали что в принципе за эти деньги можно взять его смело как второй смартфон который очень долго не садится и держит батарейку по три дня но конечно если не играешь если ты будешь играть то высадишь его гораздо быстрее но вот произошла первая загрузка устройства я хочу сразу поделиться своими первыми впечатлениями плавность очень хорошие друзья обратите внимание на маленький светодиод который оповещает нас о пришедших сообщениях и сигналах устройство android они плюс-минус все одинаковы там одна оболочка там другая но это все равно android и он понятен посмотрим есть лишим шима здесь нет не видно в данном смартфоне используется айпи с матрицы это очень круто потому что я очень часто говорю о том что от amoled дисплеев сильно устают глаза конечно если сравнивать супер amoled то здесь довольно слабоватый угол обзора и это чувствуется лишь на подсветке например вот samsung можно положить на диван и спокойно смотреть видео в данном же случае если просто положить смартфон на ровную поверхность то теряется угол обзора для того чтобы он был полноценным нужно направлять на себя и это прежде всего касается не самого дисплея а подсветки очевидно что если здесь стоит айпи с то он не самый дорогой наверное все таки какая-то бюджетная версия частота обновления дисплея 60 герц что в принципе вполне достаточно является нормой на сегодняшний день еще мне немного не хватает здесь яркости например у супер amoled ставишь на серединку и тебе уже бьет по глазам в этом же смартфоне ты ставишь фактически на полную где-то процентов на 80 для того чтобы добиться того же усиление яркости давайте быстренько посмотрим опции которые нам предлагается здесь ну все абсолютно как и везде nfc экономия энергии снимок экрана gps режим чтения фонарик все как обычно здесь также встроена опция записи экрана которую можно использовать ну и fm приемник по сути я собираюсь рассказывать об этом смартфоне только какие-то необычные вещи которые в нем есть в эту стоимость абсолютно обыкновенные вещи типа bluetooth или считывание qr-кода но это как бы банальщина я ее не озвучиваю так ну что здесь я обнаружил в настройках интересного о чем вам действительно стоит знать после долгого использования я обратил внимание что дисплей нужно настроить не на обычные цвета как я люблю стандартные там или еще какая-то автонастройка это все фигня нужно ставить на повышенную контрастность экрана и тогда все становится как у супер amoled но при этом не режет глаза кому также я буду рекомендовать этот смартфон во первых его можно подарить родителям во вторых если вы не используете особо камеру то смело берите в нем ничего не тормозит он очень плавный классный и удобный а самое главное большой экран размером с not 10 плюс фактически но это же здорово и к тому же и ps матрицы не портящие глаза чувствуешь айфоном честно говоря я ну вот по вот этой картинке не могу сказать что это разница так ну на пальчик резво реагирует смотрите ребята тестеры у меня все взрослые обеспеченные поэтому они все ходят с флагманами и они конечно даже не могут предположить что бывает такой смартфон за 14 они подумали что он стоит 20 30 но никак не 14 и сейчас я как и обещал расскажу где можно купить его за 14 при помощи обыкновенного google запроса redmi note 8 pro купить пам-пам я же вам говорил касло 13 968 другой магазин 15 990 и так далее но сами смотрите что еще надо ну то есть вот я сейчас вам показал что этот смартфон можно купить не за 16 а за 14 но я уверен что в комментариях все равно появятся предъявы типа где его можно купить за такие бабки у нас он стоит 16 а то и 18 господа я вам прямо показываю почему каждый раз кому-то нужно это повторять но но вот собственно в магазине касло мне его и предоставили сейчас ценник 14 970 с утра был 14 200 если будете отслеживать то можно купить его за 14 с небольшим хвостиком как я и говорю вы часто предъявляете мне что я не говорю по поводу автономности но потому что она фактически везде примерно одинаковая кроме с 10 и где она не очень в данном же случае она наоборот супер то есть этот смартфон будет работать долго если конечно в игры не играть любая игра требует общей производительности всего процессора всех 8 ядер и за счет этого высадит аккумулятор очень быстро осталось 12 процентов и время под заряжаться сейчас на ваших глазах я использую его родную быструю зарядку для того чтобы посмотреть за какое время он заполнит батарею до 100 процентов у нас прошло в районе 40 минут и сейчас уже 63 процента ждем прошло 72 минуты и 98 процентов зарядка 100 процентов подсказывает что этого заряда хватит на 23 часа 18 минут ну что же моя задача высадить аккумулятор и посмотреть сколько времени он протянет в режиме воспроизведения видео при достаточно хорошей громкости из недостатков я обнаружил что когда ты включаешь youtube и качество автоматически выставляется ниже чем full hd соответствующие этому дисплею то он как-то замыливает картинку для этого вручную переставьте на full hd и картинка становится абсолютно нормальной но в любом случае это странновато яркость выставляю не такую маленькую как здесь а вот нормальную как мне комфортно для глаз на этой большой громкости он начинает выдавать какие-то искажения вот это с искажениями поэтому я ставлю вот так вот на номинальную друзья мои прошло ровно четыре часа 23 23 сейчас время и осталось 49 процентов то есть съедено 50 процентов за 4 часа выводы делайте сами обычно я очень внимательно общаюсь со своими подписчиками отвечая на все комментарии под роликами так и сейчас я посоветовался с вами и решил протестировать этот смартфон на тех играх которые вы мне чаще всего указывали держите но что же прямо сейчас мы с вами тестируем производительность на игре real racing здесь уже можно увидеть что графика асфальт без тормозов игру для которую я узнал благодаря вам называется по bg mobile здесь мы что видим 24 кадра в секунду приблизительно не больше при этом игра сама определяет наши возможности как максимальные маленький бюджетный смартфон и требовать от него каких-то больших достижений конечно не стоит сейчас кому-нибудь тащу специально для вас найти и ты где и проснись вот обычно эта игра тянет на 60 кадров в секунду сейчас здесь не больше 30 кадров в секунду что же прямо сейчас я тестирую эту игру пока что вижу что все очень плавно вот здесь у меня 60 кадров в секунду идут стабильно это чувствуется ну прямо очень плавно пошли кого-нибудь стрельнем я так понимаю что торможение вот здесь потому что здесь много объектов и это смартфон который стоит в среднем 16 он тянет фактически все игры на максимальных параметрах слушайте если вашему сыну не больше 12 лет или не больше 15 или вы вообще не играете смело можно покупать смело да есть недостатки по камерам но может быть вам они не настолько нужны для меня это очень важно потому что я профессионал а что касаемо большинства моих друзей дым по барабану какие там камеры лишь бы они были но в данном случае снимки и видео получились очень достойными смотрите сами стабилизация работает только на 30 fps full hd и для чего собственно говоря нужен широкий угол камера вот сейчас я нахожусь возле башен москва сити но они не попадают в кадр включаем широкий угол и башни уже можно снять с небольшого расстояния вот для этого в общем то он и пригождается переключение между углами съемки во время записи видео невозможно как на самсунге но это бюджет это бюджет господа чем-то нужно жертвовать двойной зумом к сожалению только цифровой зачем его сюда поставили непонятно я также могу увеличивать и руками включаем камеру для макросъемки снимаем то же самое без камеры для макросхемки а когда я был на москва сети попросил девчонок снять меня и они были удивлены эффекту боке размытие сзади меня спросили что это за смартфон и при этом я заметил что у них у самих есть айфоны и вот зачем видео формате 4k двойной зум стабилизация вроде как включена естественно не работает 30 fps ул hd 60fps широкий угол 30 fps у селфи камеры нет автофокуса но в принципе сфокусирована она хорошо с довольно близкого расстояния все еще и могу видеть все недостатки и позитивные моменты своей бороде вечернее время full hd 60 кадров в секунду количество света недостаточное 30 кадров в секунду full hd количество света стало приниматься значительно больше то есть получается что 30 кадров в секунду оптимально как и всегда 4k 30 кадров в секунду как видно сразу же проседает светосила то есть видимо используется большее количество пикселей 30 кадров в секунду широкоугольная камера совершенно слепошары у камеры имеется также профессиональный режим настроек поэтому можно вытягивать из них вообще все что угодно теперь я снимаю все то же самое на сэлфи камеру как ни странно но сэлфи камера оказалась гораздо более чувствительной хоть разворачивай снимай на нее хотя может быть это просто усиление и выйти большое количество зерен 64 мегапикселя это тоже по факту чепуха она сделана исключительно для китайского маркетинга и для того чтобы мы удивлялись на самом же деле если растягиваешь картинку она быстро становится мутной ну да конечно вроде 64 мегапикселя объективно есть но когда ты снимаешь в вечернее время из-за этого теряется светосила в обычном же режиме камера снимает с гораздо более низким разрешением при этом объединяя кучку пикселей в один и таким образом набирая больше света и повышая свою светосилу самсунге сделали проще они оставили 12 мегапикселей при этом размер каждого пикселя двойной зрители вы также попросили меня протестировать этот смартфон на максимальных нагрузках я использовал тест antutu доступный в принципе каждому специально по просьбе моих подписчиков я запустил стрессовый тест смартфона здесь можно прочувствовать рукой прямо через чехол что он действительно крепко нагрелся особенно как ни странно камеры и давайте посмотрим на результат этого теста мне кажется что на теплоотдачу отрицательно влияет этот толстый чехол и да через несколько минут производительность процессора конечно проседает здесь очень интересный тест который мне понравился это тестирование искусственного интеллекта но посмотрим что это такое здесь подсовываются различные картинки искусственному интеллекту и он распознает их с какой скоростью вот это и есть показатель производительности сейчас в некоторых смартфонах стоят прямо чипы отдельно для искусственного интеллекта посмотрите так же идет сейчас распознавания автомобилей вот такие цифры у нас здесь появились но сейчас давайте сравним где он находится в таблице производительности и можно найти его а знаете где на тридцать шестом месте redmi ноут 8 pro с нашими характеристиками только другая версия где 128 гиг памяти обычной но у нас здесь 64 на производительность это не влияет это же не оперативка зато здесь важно отметить что он находится рядом samsung s9 плюс подводя итоги я вам скажу что этот смартфон просто халява технологии со временем дешевеют и теперь нам доступны те вещи которые раньше стоили дорого за дешево и сяоми делает нам настоящий подарок выпуская смартфон 6 гигами оперативы 64 гигами собственной памяти с двумя сим-картами с датчиком отпечатка пальца с nfc с инфракрасным портом с fm приемником с 5 камерами 64 мегапикселями камеры и это все в сумму 16 в номинале господа какие-то вопросы еще есть у меня вопросов больше нет только респект и сяоми на сегодня это все ставьте свой императорский лайк подписывайтесь на мой канал а если желаете помочь то разошлите это видео трем своим друзьям я раскручиваюсь порядочно безо всяких накруток мы с вами увидимся в следующий раз когда появится новая интересная тема о которой я также расскажу все как есть и вы можете мне доверять с вами был евгений донец пока и и Субтитры сделал DimaTorzok